Всем привет дорогие друзья! Мы продолжаем проходить игру Ведьмак 3 Дика Охота Дополнение Каменные Сердца И сейчас я предлагаю с вами выполнить дополнительное задание, в общем-то взял с доски объявление его Называется Заклинание Стартовый Капитал Мы должны с вами узнать больше о Мастере Рун Приветствую, незнакомец! Не найдется ли минутка для беседы? Конечно, я ж ради этого и пришел Так, это купец Изофира путь не близкий О, долгий и полный опасностей Но, как говорят у меня на родине, риск это честь Это запомню, хоть и не могу согласиться Пойти на риск способны многие, а вот с честью у людей проблемы Ибо важно, с какой целью ты идешь на риск Я прибыл сюда встречать неизведанное и добывать славу для себя и для моего владыки Нужно познавать мир, открывать новые земли, добывать знания и делиться ими Ах, есть ли в жизни более прекрасное переживание, чем восторг от нового и удивление неустанному труду сотворения мира? Значит, это лагерь первооткрывателя и философа? Разумеется Я хочу изучать ваши обычаи Обмениваться знаниями Торговать с вами Я нашел чертеж, наверное, афирский, так что я не могу его расшифровать Ты поможешь мне? Я узнаю эти пометки Когда мы прибыли сюда, у нас случились неприятности с туземцами Проще говоря, на нас напали По этим чертежам можно создать великолепное снаряжение, достойное короля Они стали бы подарком для местного владыки, но если ты поможешь мне их найти, я сделаю для тебя копию, понятную вашим мастерам Это честная сделка для нас обоих, я помогу тебе найти твои чертежи Эти разбойники были похожи на рыцарей, что особенно скверно Ну и где на вас напали? На перекрестке дорог рядом с лесопилкой Кажется, к северу от того места были руины особняка Посмотрю, что удастся сделать Так, замечательно У нас появилось еще одно задание из далекого афира Мы обязательно им займемся Так, а вот и мастер Рун Приветствую Привет тебе И дославится вечное дело сотворения мира Ты только не обижайся, но прославлять в этом мире особо нечего Нордлинги Вечно на все жалуетесь Ходите с кислыми минами Человек поздоровался, а вы уже готовы в драку кидаться Ну, в этот раз уже как будто я жалуюсь А ты, видно, пришел под дел К сожалению, я ничего не могу для тебя сделать Я лишился всего имущества вместе с инструментами Ты ремесленник или чародей? В вашем языке нет подходящего слова для моей профессии Я ученый и художник Немного ремесленник, а немного маг Слышал ли ты о геомантии или о рунотворстве? Не слышал, но слово рунотворство говорит само за себя Верно, но я не только создаю магические руны и глифы Но и связываю их в могущественные слова силы У моего искусства также есть магическое назначение Правильно подобранными руническими камнями Можно укрепить меч А сложенное из них слово даст оружию большую силу То есть я могу составить слово из глифов И укрепить им оружие Иногда люди нанимают меня выручать их из беды Мне уже случалось отыскивать потерянное добро Мне ты ничем помочь не сможешь Корабль, на котором я плыл, утонул в открытом море А купить новые инструменты религия не позволяет Их делали под заказ по моим эскизам Стоили целое состояние А все деньги, что я вез с собой сейчас в темной бездне Вместе с инструментами Похоже, твое ремесло может быть для меня полезным Кроме того, я решил не бросать тебя в беде Я раздобуду для тебя деньги А ты взамен изготовишь для меня руны и глифы Ты уверен? Речь идет и правда о значительных суммах Даже самые простые глифы требуют дорогих инструментов Не говоря уже о более сложных А тем более глифах мастера Не боись Я чувствую, что для меня это будет хорошим вложением У меня при себе есть деньги Этого хватит? Ну, для начала Дорогостоящее ремесло Мало того Деньги это еще не все Мне также понадобится весомых размеров нефритовый камень Хм Я посмотрю, что удастся сделать Хм Значит, надо отыскать нефритовый камень Вот, смотрите-ка, тут рядом Так, а почему оно рядом-то? Непонятно для меня это О Кайло Кажется, небольшие залежи нефрита есть к северо-востоку от Новиграда Попытаю удачу там Ну, теперь понятно Нам нужно отправиться на нефритовые залежи Добывать нефритовый камень Что ж Не будем терять время Смотрите-ка Раз Два И три Похоже, нам придется Не слабо попотеть Замечательно Зовем нашу плотву Давай лошадку И поскакали Поскакали Откапывать эти чертовы нефритовые камни Я думаю, что там придется замочить пару монстров Ну, или разбойников Куда ж без этого, правильно? Что дальше-то делать? О Маловато нефрита Надо продолжать поиски Ну и по закону подлости, конечно, он будет в третьем А давайте Поинтересуемся Может быть, стоит сразу отправиться В самый последний Вот сюда А потом на обратном пути заскочим на ту точку Потому что, мне кажется Либо тут оно рандомно раскидывает эти камни Либо Сразу уже будет в последнем Обратно по-любому заскочим Потому что Кто-то был Стойте Кто-то был А Эй Эй Как вырваться? Тварь Нифига Ха-ха Как я такое? Хо-ха-ха Мы ее сделали Паукан какой-то бешеный Так Надо прихавать какой-нибудь Ерундовины Или бутылку воды выпьем, да? Да Жизнь поползла вверх Это хорошо Что у нас тут? Где нефритовый камень? Ага, вот Здесь почти ничего нет Нужно искать дальше Ну вот Значит, все-таки Всегда Но в последнем Находится Неважно В какую сторону мы движемся Если бы мы начали Наверное с этого И по очереди Двигались бы То В итоге бы пришли К начальному О, тут сокровища Даже есть Так Я где-то застрял А, ну конечно На пещеру Как же без нее Е-мое Так Хорошо Идем в пещеру Нифига там Тварей Пауканов этих Получи Отлично Ну да Пока меч достал Мы не можем Да, тут ничего Отсмотреть Приготовление Дракенборгу Что это? У нас небось Записка какая-то Должна была Появиться Письмецо Задание нам Надавали Опять Уйму На самом деле Я бы и не отказался Повыполнять их Да блин Куда ты бросил ее? Во Другое дело О, нифига Да е-мое Как от этой Паутины Изглавляться? Слышите Меня эти Пауканы Бесят Надо Использовать Наверное Квен Отлично Ну мы обязательно Туда сходим Дальше Там по-любому Будет Какой-то Жирный Паучишка Самый большой Самый жирный Но нам надо Где-то Дихлофоса Раздобыть О Вот смотрите Нефрит Теперь Надо его Достать Давай Работай Сейчас Пауканы Приползут Все Отнести Нефрит Рунному Мастеру Ну ладно Нам надо Сокровища Отыскать Так А теперь Давайте посмотрим Еще задание Вот это Приготовление Дракенболу Прочитать Письмо Есть Осмотреть Пещеру В поисках Тайника Пользуюсь Ведьмачем Чутьем Да 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 Это Нам Сюда Так Что Не зря Мы Идем А тут Еще Твари Так А как Огненных Приключений О Самый Самый Жирный Вышел О Вот так Сразу 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 Слышите Они так Ловко Убегают Надо добивать Хотя бы По одному Их Да не говори Ага Поджог Поджог Е Давай Еще сильный Да Е Большого Завалили Остался Этот Жук Иди сюда Осталось Найти Тайничок Вот Смотрите Что то есть Тут Тю Я думал Здесь будет Что то Стоящее А тут Какого Хрена Хоть бы Чертеж Какой то Дали Да Так Ладно Нам нужно Поставить Задание Вот Это Зачарование И Отнести Этот Чертов Камень Нашему С вами Знакомцу Рунному Мастеру Геральт Ну Притопи Ё-моё Вот Это Черт Бежать Не хочет Ни в какую А Что Вот Здесь Вот Зазначок Сокровищ Это Типа Моего Наверное И Взяли Да Ядоватый Вылом А Плотва Тут Как ни в чем Не бывало Тусит Так Ладно Сейчас Доберемся До Ближайшего Поселения Заодно Посмотрим Где Оно Нам Наверное С вами Проще Вот сюда Доскакать Либо Давайте Через Неизвестное Место В Луковец Оттуда Переместимся Да Заодно Узнаем Че там Наверное Бандиты Где-нибудь Засели Ни хрена Это не Бандиты Так Слезай Геральт Вы видели Как резко Испортилась Погода А это Знаете ли Только вот Потому что Здесь Вот эти Твари А мы Сейчас Поставим Эй Эй Давай Ставь Ё-моё Геральт Все Все Давай Ты зелья Ты зелья Ставь Не-не-не Ну хоть Магическую Ловушку Давай Запиндюрь Давай Давай Наконец-но Фух Магическую 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 Забыл Сундук Какой-то Закопан Да Да Круто Все Собираем И В путь Вечный Огонь Луковцы Где-то Здесь Рядом Совсем Должен быть Вот Это Наверное Они Уже Почему-то Моя Метка Исчезла Не Торопись Так Давайте Посмотрим Куда Это Мы Заехали Да Мы Правильно С Вами Прибыли И Вот Пожалуйста Наш Любимый Знак Перемещения И Сразу Отправляемся К рунному Мастеру Доложимся Ему Хорошо Что Так Рядом Да Сразу Появляешься Вижу Мои Деньги Не Пропали Даром Не Представляешь С Каким Удовольствием Я Вернулся К Своему Занятию Благодарю Тебя Не За Что Как Идет Работа Я Уже Создал Несколько Младших Рум Для Начала К сожалению Инструменты И Материалы Которыми Я Сейчас Располагаю Не Позволяют Мне Создать Ничего Лучше Тебе Повезло Я Нашел Немного Нефрита Вот Это Да Спасибо Если Хочешь Посмотреть На Мои Творения Милости Прошу О Смотрите Ко Мы Можем Ему Дать Еще Денег Я Принес Деньги Чтоб Улучшить Твою Мастерскую Тысячекратно Тебя Благодарю Ты Слишком Добр Ко Мне Твоя Работа Стоит Этих Денег Я Гляжу Работа Кипит О Да Я Заказал Нужный Инструмент Ремесленникам Из Новиграда Взяли С Меня За Них Как Будто Они Из Чистого Золота Но По Крайней Мере Я Могу По Настоящему Взяться За Дел Я Изготовил Несколько Новых Рун Глифов И Чертежей Взгляни Может Выберешь Что-то Для Себя Значит Ты можешь Теперь Развернуться На Полную Ты Спрашиваешь Про Настоящие Руны Мастера Нет Для Их Изготовления Нужно Намного Больше День Я Принес Еще Немного Денег Этого Уже Должно Хватить На Инструменты Хватит Но Есть Еще Кое-какие Редкие Материалы Исключено А Теперь Хочу Посмотреть На Что Ушло Мое Золото Теперь У меня Есть Все Что Нужно Это Точно Все Необходимые Расходы Можно Покрыть Незначительными Суммами Да И Никаких Редких Камней Мне Тоже Не Нужно Надо Ж Даже Не Вериться А Еще У Меня Есть Бутылка Вина Из Родных Мест Мы Должны Поднять Тост За Успех Твое Здоровье Благодарю За Помощь Если Хочешь Посмотреть Мою Самую Новую Работу Прошу Нравится Тебе В Королевство Севера О Да Я Никогда Не Видал Таких Больших Лесов И Неба Такого Необычного Цвета А Вот Люди Они Довольно Своеобразны Неразговорчивые Замкнутые Ну Ну И Бандитов Тут По дорогам Немало Рыщет Во Всем Это Ужасная Война Виновата Дай-ка Посмотри Что Там У Тебя Нормально Он Геральта Раскрутил Да Так Давайте Как Глянем Что У него Тут Есть Интересного Большой Глиф Обороны Три Сопротивления К стихиям Чертеж Глиф Улучшения Чертежи Ну Типа Если Мы Сами Будем Создавать Так А теперь Посмотрим Ремесло Починить О Зашибись Он может Нам все Отремонтировать Главное Чтобы Это был Не разбор Да Так Хорошо И Вот Это Ремонтируем Что У нас Тут Это Все Похуже Можем Продать Ему Зачарование Вот Это Уже Интересно Рунные И Глифические Слова Вы Можете Зачаровать Предметы Накладывая На них Рунные И Глифические Слова Они Не Могут Использоваться Одновременно С Отдельными Рунами Или Глифами Если Вы Зачаровали Предмет Все Наложенные До Этого Руны И Глифы Будут Удалены Интересно Ну Это Понятно И Описание Чар Так Уровни Чар У Чар Есть Разные Уровни Чтобы Зачаровать Предмет Обратитесь К Заклинателю Понятно Зачарование Уровень 3 Если Уровень Здоровья Максимален То Эффект Повышения Здоровья Заменяется Нанесением Дополнительного Урона До 50% При Следующей Атаке Нихрена Себе А Вот Тут Видите Не Хватает Каких Так Каждый Незаблокированный Удар Продлевает Действие Эликсира На 5 Секунд Нет При Использовании Знака Тратится Очко Адреналина Во Время Следующей Атаки Меч Наполняется Силой Знака Я думаю Друзья Сейчас Я Посижу Подуму Какими Именно Чарами Зачаровать Нам Наши Доспехи Оружие И И после Мы уже С вами Продолжим Так что Всем спасибо За просмотр Не забывайте Ставить лайк Комментировать Видео И до До скорых встреч